Десногорские призывники За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 93 сообщения о происшествии. Экстриму в Десногорске быть. Долгожданное открытие скейт-парка. Площадка находится перед вами. И я надеюсь, что мы все наши инициативы будем реализовать вместе с вами. И тогда будет результат. Добровольцы планируют заниматься подготовкой. И обучение в плавании всех желающих. Работа будет проводиться в тесном взаимодействии с региональным МЧС и областной администрацией. 18 октября в Десногорске торжественно проводили новобранцев в ряды Вооруженных сил РФ. Подробности в сюжете. В преддверии Дня призывника и призыва в ряды Вооруженных сил РФ отправляется молодое поколение десногорцев. Организаторами мероприятия выступили Комитет по культуре, Военный комиссариат города и Комитет солдатских матерей. Поддержку в его проведении оказал историко-краеведческий музей. На центральной площади города собрались десятки горожан. Проводить ребят в армию пришли родители, друзья, представители местной власти и военкомата, а также творческие коллективы города. От имени главы города Андрея Шубина его заместитель Юлия Галякова напутствовала будущих защитников Родины. Помните, что вы выросли на Смоленской земле. Не забывайте о героическом прошлом Родине и о наших земляках. Уверен, что армейская служба станет для вас хорошей школой жизни. Желаю вам, дорогие призывники, представлять наш город только с его лучшей стороны. Все выступавшие отметили, что защита Родины является священным долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Задача каждого призывника, с честью отслужив в армии, приобретя дополнительную военную специальность, вернуться домой живым и здоровым. Призывникам пожелали стойкости, хорошей службы и с честью исполнить свой воинский долг. Главным же событием дня стало показательное выступление бойцов войсковой части 33149 из Красного Бора. Военные продемонстрировали свое мастерство в боевых приемах войск спецназа и владения силовыми навыками, необходимыми в борьбе с терроризмом. Председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова поблагодарила все структуры за помощь в организации и проведении военно-патриотических мероприятий, необходимых для воспитания молодежи. Это большая гордость и радость для матерей, что мы можем совместно проводить такие мероприятия, которые необходимы для воспитания военно-патриотического направления молодежи, для будущих защитников. Огромная радость осеняет матерей за то, что наши сыновья идут служить, что мы можем надеяться и положиться на крепкое плечо наших сыновей. Затем делегация почетных гостей и юных защитников Отечества отправилась в Десногорский краеведческий музей, где состоялось открытие фотовыставки «Долг и честь служить России». Там призывники поближе пообщались с людьми, которые не понаслышке знают, что такое воинский долг служения Отечеству. Я вот горжусь честным словом. Те, кто идет в армию, выходят оттуда настоящие мужчины. А сейчас у вас стадия перехода от юношества к мужчине. Так что вот такие вам пожелания хорошие, чтобы все у вас было благополучно и вы вернулись домой здоровыми, сильными ребятами. Абсолютно все призывники признались, что не испытывают никаких переживаний и полностью готовы к службе в рядах российской армии. Никаких страхов нет. Надеюсь, что у меня получится нормально адаптироваться. Ну, переживания только что родных не вижу, а так переживания нет. В завершении мероприятия организаторы провели для защитников Отечества экскурсию в музей поискового движения Десногорска. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Но всего нетрудоустроенных значится 92 тысячи человек. Это данные Минтруда. При этом представитель пенсионного фонда призвал граждан не спешить уходить на покой. Для пожилых людей сейчас действует программа «Старшее поколение», благодаря которой можно обучиться новым навыкам. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 93 сообщения о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 84 административных правонарушения, в том числе 68 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также с появлением в состоянии алкогольного пенения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. Делается это с целью их полного запрета в недалеком будущем. Инициативу уже поддержали Минприроды. Какие именно меры будут применяться и когда, пока не сообщается. С осторожностью к такой идее относятся в ассоциации компаний розничной торговли. Там считают, что сперва нужно подготовить альтернативу привычной упаковке. Это могут быть бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки. Таков современный потребительский тренд. Все больше людей, в том числе и в России, выступают за разумное и безопасное потребление. В то же время производители пластиковых пакетов уже ощутили падение спроса на свою продукцию. И опасаются потерять до половины бизнеса. 20 октября в Десногорске появилась уникальная площадка для занятий некоторыми экстремальными видами спорта. Те, кто ее опробовал, признаются. Она ничем не уступает аналогам из других городов. На открытии скейтплощадки побывала Ксения Вьюшкова. Долгие два года в ожидании открытия. И вот, новая современная скейтплощадка встречает любителей активного отдыха. Когда-то именно этот спортивный объект стал лидером онлайн-голосования среди местных жителей. Скейтпарк в Десногорске хотели видеть 93% респондентов. И вот результат проделанной работы уютно расположился на территории спортивной школы. «Площадка находится перед вами. И я надеюсь, что мы все наши инициативы будем реализовать вместе с вами. И тогда будет результат». Скейтпарк «Экстрим Тайм» – новое и наверняка в скором времени культовое место Десногорска. Это стало возможным благодаря совместной работе городской администрации и Фонда ассоциации территории расположения атомных станций – концерна «Росэнергоатом». Там решили, что подобное место – это прекрасный способ продвижения спорта в городе. И не ошиблись. «Ходили много раз в администрацию, наконец-то его поставили. Все сделано на высоком качественном уровне». «Отличный парк, в принципе, начального уровня. В принципе, есть все, чтобы человек научился все базовые элементы и так далее. Безопасно, ново, все отлично». Возможности площадки продемонстрировали профессиональные спортсмены. Команда фристайлеров под названием «Мэтт Спорт» показала эффектные трюки на скейтборде, роликах и бэймиксе, а также провели мастер-классы для детей и их родителей. Были раскрыты некоторые секреты эффектного и безопасного катания. «Главный мой секрет в том, что я обманываю свой вестибулярный аппарат и держу 90 градусов от плоскости, в которой я нахожусь». Рампы, разгонки, перила и другие конструкции для совершенствования мастерства катания теперь есть в Десногорске. И это в очередной раз подтверждает. Десногорск – город спортивной и активной молодежи. «Если у вас есть скейт, ролики, самокат или просто обычный велосипед, то это место для вас. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Болоскин, Десна ТВ». Украшение золота – это дорого и немодно. Так считает современное поколение россиян. Ювелирная индустрия в России за последние пять лет сократилась в 1,8 раза до показателей уровня 2013 года. Виной тому взгляды молодежи и некоторых людей среднего возраста. Люди стремятся не к роскоши накоплениям, а к жизни налегке и без излишеств. Золото ими воспринимается не только как тяжелый и дорогой металл, но и в целом как пережиток прошлого. Низкий спрос на золото объясняют также стабильным падением доходов россиян и одновременным повышением стоимости драгоценного металла. Единственным золотым атрибутом, который не теряет своей актуальности, остаются обручальные кольца. Их средняя стоимость по России составляет 3000 рублей. В конце выпуска о погоде. 22 октября в Десногорске переменная облачность, температура днем плюс 16, ночью плюс 10. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok